Жан Берро Ночного и Парижского светского общества Картинами на евангельский сюжет В современной обстановке Я зачитываю википедию Все то, что мне удалось найти Как википедия русского варианта Так и википедия переводной Не на русском языке Так вот Жан Берро и его сестра Близнец Мелани появились на Свето-Петербурге Кроме Мелани у Жана было еще две сестры Адриена и Эстель Их отец, которого тоже звали Жан Берро, был скульптором Которого, как полагает, пригласили участвовать Постройки и оформлений Исаакиевского собора В 1853 году Жан Берро старший умер А его вдова с четырьмя детьми Вернулась в Париж В Париж Жан Берро учился в лицее Монапарта Хотел углубить свою юриспруденцию Чтобы стать адвокатом Однако после франко-прусской войны Он решил получить художественное образование На протяжении двух лет Берро учился в школе изящных искусств Посещал рисовальную классы Известного портретиста Леона Бона В мастерской Леона Бона Учился другой известный французский импульсионист Анри Детелус Латре Жан Берро в 1887 году Становится рыцарем А через почти шесть лет Офицером Ордена Почетного Легиона В 1889 году награжден Золотой медалью Общества французских художников В том же году Золотой медалью Всемирные выставки в Париже Берро был другом писателя Марселя Пруста Кстати, Прус пригласил Берро Быть секундантом На свою дуэль с поэтом, романистом И критиком Жаном Лореном Которая составилась в Медоне Это юго-западный пригород Парижа Берро послужил одним из прототипов Эльстира Цикле романа Просто в поисках утраченного времени В 1920 году художник подарил писателю Свой крест Почетного Легиона К концу 19 века Берро все меньше отдает времени Собственной живописи Активное участие в многочисленных Выставочных комитетах и жюри В организации выставок Общества изящных искусств Вице-президентом и основателем Которого он был Жан Берро никогда не сочетался браком И не имел детей Кончался 4 октября 1935 года В возрасте 86 лет Похоронен на кладбище Монмад Рядом с матерью И сестрой Мелани Которая умерла ранее его По Франции Жан Берро представлен В парижских музеях Хорсе Карнавале В Тулузском музее августинцев Ну и также в Англии Фондовской национальной галереи В Бельгии, в США И кстати, это такая маленькая реварка Которую написано Русские художники воспринимали О работе Берро с иронией Видя в них неискренность И очевидную коммерческую направленность Потакающую, по их мнению Низким мещанских вкусом Так или иначе Не в Пушкинском музее, не в Эрмитаже Это две крупнейшие в России Коллекции французской живописи Не числятся в мировых реестрах Держателей работ Берро Также нет и посвященных ему статей Ни в энциклопедии Про Гаузу и Фрона Ни в большой советской энциклопедии Кстати, работу Берро Критиковал Репин Вот так написано в мюкипеде Что вижу, то и пишу Ну вот и все Всем пока, всем привет Сегодня мы познакомились с творчеством Жаном Берро Французскому салонному живописцу Который приобрел известность Многочисленными жанровыми работами Пока-пока, до свидания Смотрим картины Ежед Presente Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...